Казни. В некомедии 20 тысяч человек в один день было сожжено на кострах. 20 тысяч человек в один день. Страшные темпы были казни. И поэтому предложение Константина легализоваться не все приняли. Но часть церквей христианских легализовалась. Тем более, что Константин, в отличие от Диоклетиана, не просто давал свободу для христиан, но давал еще компенсации, поощрения, давал землю для строительства домов, молитвенных церквей, давал здания, некоторые передавал в собственность церквям. Диоклетиан такого не делал никогда. Он только лишь давал, ну, строитесь, добивайтесь вашей проблемы. А здесь император вроде бы действовал почти как христианин. И вот. И поэтому легализовались. Все-таки большая часть церквей легализовалась. Порядка ста религиозных объединений христианских легализовалось. Юрисдикции. Автокефалии, как было написано тогда. Автокефалии. То есть независимых управляющихся самостоятельно вот этих вот организаций таких религиозных. Порядка ста. Другие, те, кто не легализовались, их можно назвать как бы нерегистрированным братством. Они существовали в то время. Из них нам следует выделить донатистов и многих-многих других христиан, которые не легализовались, которые стали в оппозицию даже к официальной церкви со временем. Так вот, почему я так вам сейчас рассказываю об этих вещах с легализацией? Вы скажете, зачем это? Причем есть легализация? Причем есть идлопоклонство многобожие? Дело в том, что вот как раз началось с того, что император Константин, он приблизил себя вроде как к церковь, но не чтобы уничтожить так вот, как вот деклетян, но закабалить ее. Цезаре-папизм. Родилась новая система взаимоотношения церкви и государства, которая называется цезаре-папизмом. Цезаре-папизм это система взаимоотношения церкви и государства, когда государство во всем управляет церковью, а церковь становится послушным орудием и инструментом в руках сильных мира всего. Говорит нам учебник. Цезаре-папизм это система взаимоотношения церкви и государства, когда государство управляет церковью. Независимо от того, кто наверху, император, генеральный секретарь, президент, диктатор, кто угодно. Система одна, пирамида. И, в общем-то, это не изобретение Константинова. Новаторство Константина лишь в том, что это было применено по отношению к христианству. Вообще-то, Рим этим жил испокон веков. Императоры до Константиновой эпохи, они также себя считали верховными понтификами, жрецами, там, Зевса, Дмитры и самых уважаемых богов, по крайней мере. Тем самым они пытались в своих руках держать власть и политическую, и духовную. Два в одном. И, друзья мои, самый здесь извращенец в этом плане политический, религиозный, это был Домитсан, император. Первый домитсан, он вложил в Карусалима, был об еврейском народе. Домитсан, он вообще провозгласил себя при жизни живым богом. Не просто жрецом, а ни много ни мало прямым богом. Интересно, конечно, да? От скромности он не умер, конечно. Но христиане не разделяли этих общих радостей империи в то время и отказывались называть его богом. Но Домитсаны и Диоклетиан, они приходят и уходят, а церковь остается всегда. И Христос, он вчера, и сегодня, и вовеки он тот же. Аминь. Да. И, друзья мои, так вот, когда церковь легализовалась, начался процесс, такая работа селекционная. Выводилось новое поколение, новая церковь, по сути, новая церковь. Дело в том, что с 325 года, со времени Первого Вселенского собора, да, а в 325 году проходил Первый Вселенский собор, всеобщий большой грандиозный собор, католический Вселенский собор, на котором присутствовали разные служители разных уровней со всей, фактически, гигантской этой империи, и даже из-за пределов империи, из-за рубежа этой империи. Так вот, на этом соборе были приняты, ну, важные такие, хорошие решения, но император там был председателем, он был главным. Вот этот фильм, недавно нашумевший, прошедший на экранах, появившийся на экранах, и книга одноименная, как Кот да Винчи, да, там есть потрясающий эпизод, там есть моменты такие, конечно, страшные и неприемлемые для христиан, но есть над чем задуматься там христианам, я считаю. И вот момент именно Первого Вселенского собора там показан именно так, как оно, вероятнее всего, и было. И это очень не понравилось очень многим и католическим, и православным, и протестантским авторам, и проповедникам, и служителям. Почему? Потому что там была показана правда, реально, что могло бы там происходить, что могло бы произойти там, и что, вероятнее всего, и происходило. Потому что служители, собравшись, к сожалению, в большинстве своем, они решали не проблемы даже вероучительные, а делили портфели, одним словом, деньги и власть, вот то, что поссорило тогда многие христиан, многие служители. К сожалению, это правда, и об этом неопровержимо говорят документы того времени. К сожалению, на русском языке до сих пор они, ну, не то, что не издавались, но уже больше ста лет, по крайней мере, они не издавались. Последнее издание деяний соборов вселенских у нас было лишь подписное, очень маленьким тиражом, в 1890-е каком-то году в Казанской духовной семинарии. Последнее издание, и все, с тех пор не было. На английском есть полное издание, пожалуйста, для англоязычных христиан, им больше повезло, конечно. Они могут прочесть деяния этих соборов и протоколы на своем английском языке. Русский язычный читатель не может себе это позволить. Лишь считанные экземпляры сохранились в архивах ФСБ и в Ленинской библиотеке, лишь для научных сотрудников высокого уровня доступа. И вот, значит, для обычных обывателей закрыта информация сегодня фактически. Лишь для тех, кто знает английский, есть надежда на то, что он узнает, что же там происходило. Так вот, но по материалам вот этих соборов вселенских есть много работ, которые более доступны для читателя русскоязычного. Среди них нужно отметить работу, конечно, постного, профессора постного, история христианства, история христианской церкви. Хорошая очень работа, добросовестная работа православного истории, которая старалась максимально быть понятным и объективным. Он скончался в эмиграции, в Софии, не успел доработать эту работу, к сожалению, до конца довести ее. Но по мере сил он смог все-таки именно о вселенских соборах и о постсоборных этих событиях донести. Так, друзья мои, когда церковь легализовалась, Константин почул себя чуть ли не в церкви. Один из последователей Константина, преемников Константина, его звали Иавиан, однажды сказал следующее. То, что мне угодно и есть канон церкви. Представьте себе, да? Если бы сегодня господин Путин сказал бы, я хочу, чтобы все христиане нашей страны верили вот так, допустим, или вот так. И то, что мне угодно и есть канон для всей церкви. Вы бы удивились этому заявлению? Многие бы стали возмущаться, удивляться, значит, как же так? Господин Президент, ну, мы вас не для этого избирали. Но тогда император, просто-напросто, начиная с Константина, императоры, они приняли на себя, взяли на себя вот эту ответственность, диктовать христианам, даже как им веровать. Хотя вначале это было осторожно очень, конечно же. Не все так шло гладко. Допустим, вот вопрос был, одна из записок, даже две записки, по-моему, вчера, были о крещении младенцев. В одной записке было так написано, что как вы относитесь сами лично к крещению младенцев. Друзья мои, я сам лично не крещу младенцев сегодня. И все эти 10 лет я не крестил младенцев. Последние 10 лет я крещу лишь взрослых людей по вере в Иисуса Христа. У меня у самого шестеро детей, я вчера об этом говорил. У меня три мальчика и три девочки. Своих старших я крестил, когда они родились у меня, у нас с женой родились, когда мы еще были в традиционном православии. Я был настоятелем обычного традиционного православного храма. До 96-го года я служил в обычном православном храме. С 88-го года начался мой стаж в православной церкви. Я начинал с чеца, пономаря, алтарника, дьякона потом. И в конце 91-го года я был рукоположен в священнике. И, будучи священником, я крестил тысячи детей. В Рязани, допустим, когда я начинал служение свое, в Рязани, в 91-м году, рязанский архиепископ, тогда был Симон Рязанский, Касимовский, он меня упал в священнике в сентябре месяце. И с первого дня буквально сразу в служение. И при соборе был у нас старший священник, ответственный за воспитание новых священников, молодых. И он нас учил всему, наставлял. И когда неделя подходила к концу, треба исполнений, крещения, венчания, отпевания и так далее, мы подбивали итоги. В среднем я крестил 150 человек в день. В среднем. Было больше, было меньше. Но когда неделя подходила к концу, мы подбивали итоги. В среднем у меня получалось 150 человек. В основном это были младенцы. В 91-й год, вы скажете, на всю Рязань было лишь два храма в то время. И одна кладбищенская церковь, скорбящая, так называемая. Вот и наш кафедральный собор, полагалось нас по штату 7 священников, у нас было реально трое. Ну максимум четверо иногда. Четвертое нам помогало священникам иногда. Так вот, и на нас была большая ответственность и большая нагрузка на нас, молодых священников. Мы крестили много людей. И для крещения в день 150 человек, за раз примерно 50-60 человек было крещение. И для крещения этих людей отводилось 15, максимум 20 минут. Это был конвейер. Я до 88-го года был художником. Я знаю, что такое халтура. Но здесь я увидел религиозную халтуру. Друзья мои, если вы стали жертвой халтурщиков этих, или я вас кричу, тогда будучи халтурщиком сам, я приношу извинения. На самом деле, я желаю искренне вот просто моим братьям, священникам, которые сегодня крестят сотни душ, тысячи душ, не давая им веры во Христа, покаяться и стрезвиться. Сегодня я своим старшим, которых я сам крестил, я крестил их сам, старших, я им говорю сегодня, они же взрослые люди, я им говорю, что вам нужно креститься по вере в Иисуса Христа. Теперь уже самостоятельно. Когда вопрос стоял, ну ведь были крещены, я объяснял, что то, что было тогда совершено мною, как священником, традиционным, православным, это было не крещение. Тогда я думал, что это крещение. Я был уверен на все сто в этом. Но сегодня на основании Слова Божьего, я знаю и утверждаю это однозначно, это было не крещение. В лучшем случае и в данном случае это было благословение. Я думал, это крещение. Но мало ли кто, что как думает. Очень важно узнать, как думает Бог по этому поводу. Очень нравится мне трактат, который издали белорусские баптисты в начале 90-х. Они раздавали его на улицах городов белорусских. И трактат назывался так, что Библия говорит о крещении младенцев баптисты. Понимаете, да? Открываешь трактат, чистый лист. Ну мало ли, может опечатка, может типографская, там что. Закрываешь. И написано, да, в Библии ничего не говорится о крещении младенцев. Но говорится о крещении верующих в Иисуса Христа людей. И дальше шла молитва покаяния и приглашение к крещению и адреса церквей. Друзья мои, мудрое решение. Слава Богу за мудрых баптистов, а белорусских. Но когда я читал это все тогда, в начале 90-х, будучи обычным священником традиционным, я раздражался. Думал, кошмар. Да хуже, чем на улице Вязов. Эти баптисты, что они вытворяют? Они перекрещивают наш народ. Обычный, доверчивый, православный народ. Значит, и понимаете ли, и так я думал до 96-го года. Включительно. И только лишь в 96-м году, когда вот Библия стола у меня открылась, Божье Слово, я прозрел. И честно говорю, друзья мои, я рад тому, что Бог достучался до моего сердца однажды. И я молю теперь, я говорю, Господь, если ты мог до меня достучаться, то ты можешь в состоянии достучаться до сердец моих братьев. Ты можешь достучаться до их сердец, чтобы они теперь так же истрезвились. Хотя один на один при разговору со священниками многими соглашаются ведь брать. Один на один, да, не на публику, нет, конечно. Соглашаются, порой соглашаются. Но в таком случае начинается возражение другого плана. А что мы нам теперь делать, изволите? А что нам теперь делать? Ведь это уже не переделаешь никак. Это что нужно? На всю Русь матушку объявить? Братья и сестры? Мы не крещённые ещё, оказывается. Оказывается, Русь ещё не святая. Друзья, да. Но нельзя быть религиозными страусами.